Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Карина, кто еще меня не знает. И сегодня я хочу сделать как бы продолжение моего вчерашнего видео, которое я для вас сняла, о том, как я ходила и меняла свой цвет волос. Так вот, он у меня сейчас такой промилированный. И разговаривала с парикмахером. Я хотела на самом деле купить шампунь, который такой фиолетовый, знаете, который убирает желтизну, но он пересушивает волосы. В принципе, я давно его не покупала, но я думала опять, в принципе, можно купить, потому что на новое милирование наносить. Но она меня отговорила, сказала, в принципе, из-за этого, из-за этой причины, то, что пересушивает, в принципе, что не нужно мне его использовать, потому что волосы и так уже пересушены. И поэтому мне сейчас нужен еще больший уход за волосами, чтобы их приводить в порядок, чтобы их как-то увлажнять, и чтобы они у меня быстрее отрастали. Так, и я очень... А, кстати, вчера я обстригла свои волосы. Я не сказала в предыдущем видео, что я обстригла где-то вот столько, ну, не знаю, сантиметров 6-7. То есть они у меня сейчас заметно короче. Ну, в принципе, я считаю, что нужно это делать время от времени, хотя я собиралась обстригать каждый месяц, но у меня это не получается. И вот, в принципе, длину я подрезала. Но ничего страшного, скоро будет тепло, скоро будет весна и лето, волосы начнут расти намного быстрее. И сегодня я хочу рассказать вам о тех масках, которые я делаю для своих волос. Они состоят из органических масел. И давайте приступим. Первая маска, с которой я хочу с вами поделиться, это состоит всего из трех компонентов. Они очень-очень легкие. Наверное, многие слышали о таком эфирном масле B. Это масло лаврового листа, кажется. И так вот, я стала читать в интернете про это масло. Кто как его использует, для каких целей. И я нашла очень-очень легкий рецепт. То есть я заказала это масло Bay. Я заказала масло Rosemary. Rosemary? Rosemary называется. И одно какое-то базовое масло нужно. Так, откуда я взяла этот простой рецепт? Когда я, знаете, я на iHerb всегда покупаю что-то, какие-то полезные вещи. И вот это масло Bay. Так. Оно от фирмы Aura Garcia. Оно 100% натуральное масло. И здесь на бутыльке написан сам рецепт этой маски. Здесь написано для массажа головы. Ну, в принципе, можете делать и массаж головы скальпа. Но я оставляла так же, как маску, на полчаса, на час. То есть сколько времени у меня было. Здесь всего требуется 5 капель вот этого масла Bay. 2 капли Rosemary. То есть вот оно, это масло Rosemary. Тоже этой же фирмы, кстати. И одна, написано 1 столовая ложка оливкового масла. Ну, то есть оливковое масло можете добавлять. Оливковое масло идет как базовое масло. Можно добавлять кастровое. Кастровое? 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 Кастровое масло. Ну, вы поняли. Либо масло кокосовое, либо масло ши, либо какое масло у вас есть. В принципе, жожоба, миндальное. То есть любое. То есть главное базовое масло. И главное не переборщить вот с этими с эфирными маслами. Так вот, у этого масла Bay запах настолько противный, можно сказать. Оно пахнет супом. Вот правда, оно пахнет супом. Масло Rosemary. Не помню, на самом деле, как оно пахнет. В принципе, пахнет... Немного напоминает масло чайного дерева, я бы сказала. Рецепт очень-очень простой. Я оставлю в инфобоксе, если кто не успел записать вдруг. И, то есть, все это смешиваем. Если я беру кокосовое масло, оно в таком, в твердом виде. То есть летом, естественно, оно тает и становится жидким. Но сейчас зима, оно у меня твердое. Если у... То есть его надо растопить на водяной бане. Мне, когда это лень делать, я его просто растапливаю в микроволновой печи. Если это жидкое масло, например, касторовое, то я просто беру столовую ложку, наливаю в стеклянную емкость, не в железную. Я наливаю всегда в стеклянную емкость. И потом добавляю вот эти эфирные масла. То есть все перемешиваю тоже пластмассовой палочкой, либо стеклянной можно это делать. Я думаю, лучше не использовать железные ложки, миски. И сразу же наносите это, то есть как бы вы втираете в голову. Втер. Когда это все нанесли, сделали массаж, можете сразу смывать. Можете оставить на полчаса, на 15-20 минут, то есть на час. Можете это все оставить на волосах. Потом смыть. Смывается... Ну, вы знаете масло, как смывается. Раза 3-4 шампунем, кондиционер. А, кондиционер лучше не использовать после таких масок. Потому что волосы уже увлажненные. В принципе, я свои волосы... Мне трудно их расчесывать. Но после таких масляных масок, в принципе, это нормально расчесывается все. Вот. Это один способ такой легкой-легкой маски. Забыла сказать вам одну вещь. Когда вы... Если вы хотите оставлять эту маску на голове, на какое-то время вы должны обмотать все это пакетом. Полиэтиленовым пакетом, либо пленкой. И сверху замотать полотенцем. Таким образом. Это маска, кстати, с эфирным маслом Bay. Здесь самая главная вещь, это эфирное масло Bay. Она для стимулирования роста волос. Я бы не сказала, что для увлажнения или чего-то такого. Она для стимулирования роста и против выпадения. И вторая маска, про которую я хочу вам рассказать, я ее не выдумывала сама. Я нашла очень-очень отличную статью про эту маску. Я не знаю, какая-то девушка придумала. Может быть, тоже откуда-то взяла. Но я оставлю ссылку на этот сайт, на этот журнал, блог. Я не знаю, что это. И в инфобоксе. И вы можете почитать, в принципе, ее. Я просто кратко расскажу сам этот рецепт и из каких компонентов состоит эта маска. Так, состоит из масла Castor Oil. Я покупала все, что вы у меня видите. Я покупала все с Айхер Castor Oil. Следующее понадобится масло какао. Тоже фирма Now Solutions. Следующее кокосовое масло. Следующее понадобится масло абрикосовой косточки. Айхер Castor Oil. Далее Grape Seed Oil. Грейпсид масло виноградной косточки. Это у меня уже Аурокосия фирма. И также от фирмы Now Solutions Jojoba Oil. Так, и что еще сюда? Можно использовать для запаха. Можно использовать вот такое масло. Маноид тики-тохити с цветочками фраджипани. Такие тропические цветы там внутри. Ну, то есть это на основе кокосового масла. Пахнет немного кокосом и цветами. Ну, то есть это, в принципе, можно и не добавлять. Это только для запаха. И либо перед тем, как уже все смешали, уже все растопили, все эти пропорции сделали, перед нанесением можно добавить масло Иланг-Иланг. Например, как у меня, такой запах тропических цветов. Пахнет как лилии, знаете, такие лилии, которые пахнут вкусно. Это вот такой примерно запах. Можно ли добавить любое эфирное масло, которое вы считаете нужным, которое вам нравится, с которым вы можете находиться? Так, и давайте сейчас я вам немного буду зачитывать с этой статьей, именно по пропорциям. Так, и не сказала вам, что эта маска, она для восстановления, для питания выпадающих волос и ослабленных. Так что это как раз вот для меня, для девочек, которые хотят увлажнить свои волосы и привести их в порядок. Так, ну давайте я вам буду, расскажу кратко по пропорциям. Вам понадобятся весы, такие маленькие кухонные, которые обнуляются. У меня весов не было, я поэтому просто отмеряла мерным стаканчиком в миллилитрах. Ну, в принципе, я не думаю, что это такая большая разница. В принципе, я делала так в те же самые пропорции, только в миллилитрах. Так, кастровое масло нам понадобится 120 миллилитров. Кокосовое масло нам понадобится 120 миллилитров. Также его надо будет растапливать, если оно у вас в твердом состоянии. Масло ЖЖБА 60 миллилитров. Виноградная косточка 40 миллилитров. Масло какао 30 миллилитров. И масло абрикосовой косточки тоже 30 миллилитров. Если вы будете добавлять, например, вот такое масло маноид тики-тохити, его совсем немного для запаха. После того, как вы все это отмерили, растопили на водяной бане, все перемешали, отмеряете дверь, две столовые ложки к себе, какое-то в отдельное блюдечко, не знаю, в чашечку, подогреваете. Ну, то есть, чтобы оно было у вас приятное к голове. То есть, не горячее, не ледяное, а такое приятное к телу, к голове, к скальпу. И добавляете уже эфирное масло. Например, как у меня, как в рецепте заявлено, масло Иланг-Иланг. Ну, то есть, эфирное масло, его перед нанесением, потому что эфирное испаряется очень быстро. И что... А, еще вам понадобится отдельная тара, какая-то, не знаю, степлянная, пластмассовая, из-под чего-либо, из-под какого-то крема, скраба, то есть, ну, какая-то обычная тара. Куда вы это все зальете, потому что вы все это, то, что вы намешали в эту смесь, вы это все не используете за один раз, вам понадобится буквально 2-3 столовые ложки. Забыла. Эфирное масло Бэй, не Бэй, Иланг-Иланг. Вкапаете 1-2-3 капли максимум. Не надо много, потому что переборщите с запахом. Так, теперь возвращаюсь опять к таре, все это заливаете и закручиваете. Я это ничего сейчас делать не буду, потому что у меня оно вот уже здесь есть, эта масочка моя. Я ее просто закрываю и убираю на полочку, то есть, до следующего использования. Я не делала все именно по вот этим пропорциям, я делала в 2 раза меньше, потому что, ну, что, потому что по одной причине, что у меня не было большой банки, куда бы я это все могла слить. Ну, в принципе, если сделать все разделить на 2, у вас это тоже получится на несколько раз. И, в принципе, сколько держала я эту маску, я эту маску один раз я с ней спала даже, представляете? На следующий день, я вам это не советую делать, на следующий день я ее не могла смыть. То есть, я помыла сразу после маски, на следующий день я ее мыла голову, и мне понадобилось несколько дней, чтобы это все смыть, потому что у меня очень тонкие волосы. Если у вас волосы потолще, то, может быть, у вас это легче все будет смывание. А что я вынесла для себя с этим рецептом? То, что для меня максимум, сколько я могу держать маслянистую маску, это час максимум, потому что волосы быстро впитывают в себя все, и потом очень трудно это все смывать. Так вот, вот такие у меня пока рецепты. Если у меня будет что-то еще новое, если я что-то для себя найду хорошее, я с вами, конечно же, поделюсь. Всем здоровых волос желаю, отличного настроения, и оставайтесь со мной. Всем пока-пока!